Итак, всем привет, с вами Дабгай. Продолжаем играть за Нидерланды. В прошлой серии у нас была очень дорогая война, потом мы еще немножко территории порасширяли. В принципе, в этой серии будет примерно то же самое. Мы добудем побольше нефти, да, наконец-таки дойдем до Венесуэлы, потом в Штаты, потом, возможно, в Мексику. В общем, это будет войновый ресурс. У нас армия уже самая большая в мире, слава богу. Нашли мы до этого момента, да. Так что, я думаю, все у нас будет отлично. И им можно бы подняться еще повыше. На самом деле, Ишки могли бы быть и побольше. Я отдельно проматывал недавно чисто, как Ишки развиваются с модом на плюс интеллект, и у них цифр побольше. Надо будет посмотреть, как влияет на них мод, который их агитирует воевать. Если вы правильно помните, вот здесь вот Франция очень жестко упала, но уже успела восстановиться, так что хорошо. Ну, поехали. И начинаем мы наше завоевание с мелких территорий вот здесь вот. Сейчас возьмем вот эти под Тинаком. Надеялся, что хоть кто-то к нему присоединится, но нет, никто не присоединился. Так что сейчас займемся им, потом Синтангом. И затем, скорее всего, мы будем двигаться к войне США, потому что вот здесь вот это марионетки США. Это французская, но нам нужен Кутай, потому что в Кутае нефть. А вот здесь вот, кстати говоря, тоже. Но это французская пока что я бы с Францией не хотел воевать. И вот сюда мы тоже сейчас будем лезть, чтобы соединить вот эту территорию с нашим рынком. Кстати говоря, я только сейчас заметил вот эту забавную цифру. И это выглядит очень много. И я подозреваю, что это из-за того, что у нас электростанции какие-то сверхприбыли, да, приносят. Иначе я не знаю, почему у нас плюс полтора миллиона инвестиционный пул идет. Это очень много. Мы исследовали здесь вот радио. Автоматически, да, исследуем здесь туговую сварку практически сразу. Пойдем уже в ГУСМ-турбину в надежде, что хоть кто-то здесь что-то исследует. Сюда тоже никто не зашел. Ну, по-быстренькому закатаем сейчас эту страну. Наконец-таки это случилось после стольких лет многих. Наконец-таки восточная Мали присоединилась ко всему нашему рынку. Кстати говоря, я исключил ее из области, чтобы здесь был бонус к производству вот сюда. Собственно говоря. Образованность, кстати говоря, у нас растет, но не очень быстро, потому что присоединяем кучу новых территорий, а там население не самое образованное. Но, опять же, мы их потихоньку образуем, образуем, обучаем, и образованность все равно повышается. Ну и медицина у них тоже повышается, они растут намного быстрее. Прирост у нас, конечно, дикий, и мы реально скоро обгоним Индию по населению. В принципе, продолжим также еще захватывать мелкие вот эти вот территории, чтобы объединить нормально наши колонии. Зашли за вот эту страну, вот эти две страны еще. Надо было, на самом деле, на бутон тоже козбели добавить, но я поздно заметил, что он вошел. Ну, на Корею я бы вряд ли добавлял. Смотрите-ка, французские военные репарации платят Японии. Ого, Франция не смогла высадиться. Это неприятно будет для французской экономики. Здесь же мы прекрасно пробиваемся, и давайте сразу высадку вот сюда. Виктором, это же вроде нормальный парень, да? Да, которого 100. Я думаю, также можно уже сделать вот так. Сейчас у нас неплохо так и должен рынок сподоражить. Хотя из-за объемов нашего рынка это уже не сделает такие вот непомерные какие-то расходы. А вот постройка сейчас реально очень бустнется. И мы, собственно говоря, будем уже максимально эффективно рабочих использовать. Кстати говоря, они становятся инженерами. Приятно. И мы, я думаю, следом сразу нападаем на Кутай. Потому что, ну, нам нужна нефть. Нет, где мы американцам. И, возможно, еще какие-нибудь здесь территории у них тоже потребуем. И на удивление сюда вступили еще и французы. Жалко, что я уже потратил все свои маневры. Забавно, что на это они добавляют еще маневров. Но это лишь значит то, что война станет интересней, как минимум. И я бы сказал, очень интересной. Мне сейчас нужно будет все вот это вот попереорганизовать. Потому что фронтов у нас просто жесть как много. Да. И воевать нам нужно просто везде сейчас будет. Но мы к этому готовы. У нас армия не зря называется в самой большой в мире. И мы мобилизовываемся и заранее заказываем, ну, какое-нибудь казуальное количество вооружения, я думаю. Ну, где-то вот так, наверное, нам хватит, да. И туда же заказываем тоже примерно казуальное количество боеприпасов. Потому что мы ожидаем жесткую войну. И у нас очень по-жесткому возрастет потребление, когда у нас все мобилизуются. Опиум то же самое, но опиум мы производим хотя бы. А у нас торговые пути с кем? С Францией они разорвутся. Так что станет, я думаю, более-менее нормально. Хотят. Если что, да, строим, докупим. Они быстро строятся. Вот началась эта нереальная война. Мы закрыли очень много фронтов. Но очень много фронтов здесь вот не закрыто. Но, я думаю, вот отсюда они попереходят. И эта война будет реально жесткой. Давайте здесь вот самый главный фронт. Потому что здесь вот у меня казусы Белли. Но и в Африке тоже очень важные фронты. Потому что здесь у меня тоже куча казусы Белли. Даже не знаю, куда прям следить за битвами. Опять же, они везде. Давайте вот здесь вот и посмотрим, как у нас начнутся битвы. Ну-ка. У нас вооруженные силы заряжены, готовы воевать. И, надо понимать, недавно я тут смену снаряжение еще делал. Не ожидая, что я буду воевать вот с Францией еще. И до этого, я думаю, мы можем, да, чувствовать себя очень некомфортно где-то. Но здесь, допустим, все еще окей. Вот против французов здесь так себе. Здесь ситуация средненькая. Но чем дальше мы будем идти, тем будет становиться нам проще. Надо это понимать. И у меня генералы куда-то телепортировались вот отсюда. Это мне непонятно, куда они пошли. Остается лишь догадываться. Вот сюда мы их нашли. Давайте их обратно. Ну вот так вот сейчас будем заниматься туда-сюда, туда-сюда. В Франции даже, не знаю, тоже посидим пока, не атакуем. Очень уверенно. Здесь вот сейчас тоже добьемся и вот эту армию целую перебросим. Она там большая, потому что до этого там было что-то большое, по-моему. И главное возвращать их вот сюда, чтобы они продолжали оккупировать. Потому что видите, они просто телепортируются, не черт пойми куда. Очень часто. Добили мы их вот здесь. Генерал ушел. Обещал вернуться. Куда ушел, неизвестно. Давайте их куда-то продолжать. А, ну вот сюда. Господи, сколько вас здесь. Миллион человек сражаются в острове. А можно на самом деле отсюда перебросить неплохую часть вот сюда. Да, примерно всю часть, я бы сказал. И продолжим здесь битвы. Вот это наш уровень боев. Вот это я понимаю. Это мы еще не все, да? Ну да, а нет, уже все комбризовались. Ну вот 2000. Минус три с половиной. Рынок просто... Обвалился. Ну вот, надо достроить огнестрел, будет хорошо. Здесь мы идем уже вот в эти тихие. В надежде, что остальные кто-то распространяет нам. Нужно вот сюда еще, я вижу, армию отправить. Они телепортируются совсем не туда сами. Нужно помогать. И мы хорошенько пробиваемся в итоге везде. Куда эта армия телепортировалась? Вся миллионная. Неизвестно. Неизвестно, давайте узнаем. Допустим, вот вы где. Ясно. Известно, теперь стало. А, ну в принципе, аберрикацы туда же пошли, так что нормально. А там вот у нас, видите, мы в защите стоим, если вдруг у нас нападут, мы готовы. Вот этими армиями стоит вот эти вот окружения добивать. К сожалению, они каждый раз телепортируются обратно. Очень странное поведение. Я подумал, что пора уже и во Франции наступать. Можно вот отсюда вот эту всю огромную армию переводить во Францию. Я думаю, американцев там мы как-то уже добьем. Господи, как же это неудобно. Я помню, в Актерии 2 можно было сказать, что неудобные войны. Да, но неудобный вот этот микроконтроль. Но здесь к ловиту тоже дело не сильно лучше. И вот такая битва происходит. И это, я так полагаю, мы все еще восстанавливаемся, верно? Да, мы все еще немножко восстанавливаемся, но вот так вот. Потери огромные, конечно, но нас больше, и поэтому французы, я думаю, будут вынуждены отступать. Вот этих бы американцев здесь добить уже было бы очень приятно. И таким образом можно будет прям все армии отправить во Францию, и она будет уже двигаться к капитуляции. И вот Франция сдалась, поняла, что это война, все. И я еще готовлю сразу выставку в США. Так, деньги на столе, конечно же. И попробуем тут еще победить. Мы, кстати говоря, боеприпасы смогли наши пополнить. У нас по 200 статов где-то в битвах теперь. Ну, если перки прокуют, все генералы с перками командуют. Расправлялся какой-то фронт. Американцы, видимо, высадились. Нужно сюда перебрасывать сразу же войска. Но тем временем мы высаживаемся в Нью-Йорке. Или под Вашингтоном, по-моему, здесь вот. Вот морская битва только что закончилась. И сама высадка. Очень-очень неудачная. Из-за, я так понимаю, того, что у нас слишком много. Казалось, из-за этого высадилась очень маленькая часть. Ну, в любом случае, США вот тут капитулируют. Только хотелось бы просто это ускорить. Как можно больше, как можно раньше, чтобы это случилось. По той простой причине, что, ну, все это время у нас армия нельзя демобилизовать. Нельзя деактивировать призыв. Во Франции не знали, что делать. Вот такие поступили, как обычно. Начали революцию. Собственно говоря, я думаю, после этого французская экономика все. Она и так страдала. Тут еще война неудачная, в которую они зачем-то решили вписаться. Теперь еще вот это. Наша-то экономика сейчас быстро восстановится. После демобилизации. И мы еще, вот давайте построим бюрократию. Потому что я верю, что нам ее становится мало. Кстати говоря, куча торговых путей с Францией было, которые стали неактивными. Пошлины у нас на 300 тысяч упали. От этого, по ощущениям. А, ну и сейчас... Сейчас там еще и революция, поэтому торговлю с Францией точно невозможно. Надо будет пересмотреть нашу торговлю. Но у нас и без торговли куча денег, на самом деле. Хотя, конечно, получать дополнительные деньги всегда приятно. А вот и... Окончание войны. Мы сразу плюс 800 тысяч имеем. А, давайте налоги вернем. Теперь, да. Заплаты, наверное... Ну, давайте вот так доставим. Маленький метод. А, и... Тихоньку сейчас будем выходить обратно в плюс. О, и Австрия стала Австро-Венгрией. Видимо, они наконец-таки поменяли закон культуры. А мы тем временем устроим кучу каучука, нефть. Все, в общем, это как обычно. Потому что нужно вот эти вот... Застраивать нехватки рынка. Тем временем оружие у нас очень просело в цене. И многие заводы, так полагаю, закрылись. Но что с этим поделать? А хотя мы, в принципе, еще и... На экспорт тоже много пустили. Возможно, не все так плохо. У нас давайте даже проверим. Мне стало интересно на это что-то посмотреть. Но нет, нет. Подзакрылись. Нашли новые рынки сбыта, закрылись не полностью. И во время войны откроются намного больше. Так что нормально, нормально. И я сейчас здесь же сразу увидел то, что мы можем поставить... Во-первых, вот это всегда можно поставить. Во-вторых, вот это... А, у нас это стоит. Значит, нам нужно просто больше верфей. Еще мы ставим здесь вот... Новый уровень. У нас услуги вообще попали ниже Плинтуса, забавно. Что у нас очень много городских центров. Но пускай. Население их тоже много потребляет. У нас есть радио. Пока у нас нет таких техов. У нас радио не будет необходимо. А техи... Про техи я говорю про вот эти. Это, по-моему, вот здесь вот нужны будут радио, да. Возможно... Нет, ну, короче говоря, вот... С новой военкой. Пока что, кстати говоря, следом пятая техи. Не полностью. Чтобы четвертая вот эта доисследовалась. За эти две. И удешевились. И вот наша следующая война. Как и обещано, наконец-таки. Мы отправляемся за нефтью. Ведь скоро мы следуем ГСМ-турбину. Наконец-таки, да, шелк у нас следует. Так что реально скоро. И мы после того, как шелк доисследуется, возьмем все ГСМ-турбину, наконец-таки. Сделаем все намного больше электричества. Электричества сейчас нам очень не хватает. И после этого у нас будет большой минус ГСМ-турбину, но мы уже готовы его покрыть. У нас, кстати говоря, 19 ГСМ-турбина производится, представляете? На самом деле, не так уж то и мало. Не так уж то и мало. Виннецелу пробить не особо трудно. Еще и Мексика успела сюда войска перебросить, но это все еще несложно. И я думаю, параллельно мы и будем здесь делать выстку. А Виктора? Да? Да, Виктор туда поедет. Этот генерал будет пробиваться здесь. Потом еще со второго фронта здесь вот высадимся в Калифорнии, потому что мы будем забирать Техас и Калифорнию. И там и там есть нефть. Мы потом что высказать готово. Но у Мексики основные силы все здесь, поэтому вообще нет проблем тоже с тем, чтобы пробиться. Можем, кстати говоря, как сейчас битва закончится, давайте Виктора сюда назначим. Сюда домобилизуем еще армию и пускай они пробиваются тоже. Потому что нам нужно еще здесь фронт иметь. Ну и мы теперь с четырех фронтов везде наступаем. И скоро, кстати говоря, выйдем из кредита опять. Пошлины мы также восстановились с большей части. И здесь, конечно, еще некоторые не очень успешные пути, да, какие-то. Но в целом мы основную часть нашей торговли уже подвосстановили. У нас, видите, даже каучук можно продавать, потому что у нас их стало очень много. Кораблей тоже. Поделимся с нашими соседями, почему бы и нет. И вот, Венесуэл задалась, полностью присоединилась к нам. Сразу же мы не стесняемся заказывать здесь производство нефти. Что-то можно подснести даже на самом деле. Тем более, что людей здесь очень мало. Да, здесь тоже стоит подоптимизировать производство все. Но хотя вот это нам здесь нужно, каучук тоже. Пускай это здесь делается. Здесь ничего в целом оптимизировать нету. Но все-таки мы переведемся тоже на каучук. Вот и Мексика тоже сдалась. И тоже мы здесь будем сейчас нереально застраиваться буровыми вышками. И еще, кстати говоря, золотые прииски мы тут захватили. Приятные территории. А так здесь тоже все снести. Застроиться буровыми вышками. Нефть идет к нам. И здесь вот мы все вот подготавливаем к готовому шелку. И вот у нас готово тихо. Сразу себе берем турбины. Ну-ка. Есть турбины. Сейчас добьем все тихо. И наша промышленность достигнет реально финального своего состояния. Кроме, наверное, военной, возможно, промышленности или нет. Это военная промышленность тоже уже в финальном своем состоянии будет. И нужно будет здесь еще немножко, наверное, радио переключить. И все. Вот так случилось на рынке. Когда мы переключили наше электричество. Электричество реально стало побольше. Но потребление ГСМ это просто нечто. И давайте как-то всегда купим все, что можем. Да, но мало. Нефти мало. И хотя у нас, возможно, еще просто здесь, да, еще какое-то время потребуется, чтобы все начали работать. Но мало нефти. Нам нужно еще. Канада, США. Австро-Энгрия. Австро-Энгрия, кстати говоря. Помните, мы там на нее немножко обиделись. В один момент. И вот там оборонительные пакты очень слабенькие. Я думаю, следующая наша цель будет Австро-Энгрия. И вот мы еще подобрали Кутай здесь. Тут тоже будет нефть. И, возможно, нам стоит... Вот здесь вот должна быть нефть, да? А я пока здесь нету. Странно. Возможно, он откроется чуть попозже. Но, в любом случае, надо тоже вот здесь вот эти территории будет захватить. Но, но. Точно уже знаем, где есть нефть. Это вот здесь. Так что, думаю, вот эта война заканчивается, и мы идем в Австро-Энгрию. И вместе с этим мы вот-вот сейчас дойдем до последней промышленной технологии. У нас уже 900-й год, и промышленность закрыта. На самом деле, очень приятно. И, конечно же, после этого мы перейдем докачивать военные техи, потому что у нас здесь тоже очень много техов уже практически закрыто, да? А вот эти две нам не нужны. Нам фактически нужны только вот эти четыре. Ну и потом, конечно же, пятым танки. Так что мы почти готовы здесь. Я еще надеюсь, что у меня вот сюда распространение пойдет, потому что распространяется у меня сейчас почти что ничего. Слишком уж мы впереди по техам. Все-таки у нас очень высокая образованность, и есть деньги еще на универы. Забавно, что у Великобритании первое место, хотя... Ну-ка. Уровень жизни там поменьше. Причем так, ну, где-то солидно меньше. Странно, но допустим. У нас уровень жизни не успевает очень сильно вырасти. По одной причастной причине мы очень сильно растем по населению. Очень сильно. У нас постоянно образовываются, здесь видите, безработные, постоянно есть какие-то крестьяне. Мы просто не успеваем все это застраивать. Мы кучу территории захватываем, там строимся, ищем все новые ресурсы. И в отличие от, допустим, каких-то прошлых прохождений, там, где мы меньше воевали, у нас почти по нулям всегда были свободные руки. Следовательно, все заняты, следовательно, у всех уровень жизни растет. Здесь же у нас, ну-ка, 6 миллионов рабочих не имеют работы. Ужас. Но, таков естественный путь. И смотрите, мы можем поставить дизель на насосы теперь на все наши уровняки. И если здесь в золоте выдастся так много, то если мы посмотрим на железо, вот здесь вот, то это 3000 железа. Мне очень хочется это нажать, но не сейчас. Не сейчас, когда у нас нефти так сильно не хватает. Я бы сказал, когда у нас будет процент где-то под 10, можно будет повысить. Единственное, так как золота немного, я думаю, вот это нашу экономику не убьет. Но плюс денежное производство добавит, плюс деньги должен добавить. Так что, думаю, будет нормально. То же самое здесь. Было бы, конечно, так круто перейти на больше ГСМа, меньшее количество работников. Но, это если будет ГСМ. Мне кажется, у них в этом плане сложность с балансом. Очень сложно перевести все на ГСМ, да. С одной стороны, можно сказать, что так и задумано. Ты выбираешь, куда ты хочешь потратить нефть. Но тогда у тебя все будет очевидно. Ты тратишь, там, не знаю, в электричество, в стекло. Потому что этого очень много возможно в двигателе, но, скорее всего, нет. Скорее всего, тебе стали нормально производить их. Да. Поэтому такое. Я бы сказал, что нефть не хватает. Они с этим согласны. Они в новом патче выпустят побольше нефти. Но у нас пока что не новый патч. Поэтому мы ищем нефть, где получается и где получается ее завоевываем. Так что, сейчас у нас цель Astra Ingra. И, думаю, мы уже готовы. Ну, это будет в следующей серии. А это уже подошло к концу. С вами, ребята, был Дабгай. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok